так друзья всем привет серферы бездельники девианты начинаем эфир с долинским быстрый у нас эфир будет но очень важно потому что тема с польской блокадой набирает обороты я уже вижу как она очень начинает быстро и плотно окучиваться россиянами причем я так понимаю что они готовились к этой ситуации и скажу так ли адекватность реакции 6 стороны поляков что с нашей стороны она чревата проблемами для обеих обоих сторон прежде всего для нас потому что мы более зависимы в этой ситуации как я уже говорил неоднократно зависимости определяют что что мы можем сделать пределы нашей устойчивости пределы наших возможностей и вот с вами денис долинский бизнесмен который находится в варшаве который неоднократно у вас был в эфирах и который постоянно коммуницирует с польской элитой экономической политической и скажем так зная эта ситуация не понаслышке любезно согласился я предложил он согласился на включиться и мы сейчас об этом вот поговорим денис привет всех приветствую рад слышать видеть итак давай быстро вот ли будем долго запрягать давай я разберем эту ситуацию что ты видишь то есть какие ошибки совершаем и какие ошибки совершаем поляки совершают поляки и собственно как это видится из польши вот о чем они там говорят сегодня как раз общался с одним из президента с одним из другов президента вот мы обсудили поток ситуацию которая больше президента польши надо уточнить президента польши конечно да да и мы обсудили как раз ситуацию которая скажем так в колуарах до которая не выносится на публику и кто как реагирует какие партии как относятся к тому что блокирует границу И ситуация на самом деле имеет очень много таких острых углов, которые я считаю нашему кабинету министров и польскому нужно сглаживать. Первая проблема это та, что действительно проблема с фермерами во всей Европе она назревала несколько лет. И сюда можно отнести и законы по зеленой энергетике, сюда можно включить дотации, тяжелую регуляторку, уменьшение кредитования. То есть во всей Европе это сегодня агросектор, он весь страдает. То есть то, что выходят везде фермеры, включая Польшу, это проблема Евросоюза и отношения внутри агросектора. И когда мы вышли на этот рынок, когда у нас началась полномасштабная война, понятно, что мы своей продукции, а это в первую очередь зерно и другое сырье начали заваливать европейский рынок. Понятно, что цены у нас ниже, понятно, что наши большие компании привыкли продавать условно за быстрый кэш и возвращать деньги, ехать за следующей партией и опять продавать. То в Евросоюзе с этим начались проблемы, потому что наша продукция, понятно, дешевле и у местных фермеров уже нет смысла покупать. Это касается не только зерна. Допустим, проблема заключается в том, что они получают кредиты, им нужно эти кредиты обслуживать. Это понятно, они стоят денег, они не могут, допустим, как мы, уходить от уплаты налогов, как в Украине это делается. А если в Украине не уходить от уплаты налогов, то в принципе бизнес не будет работать. Поэтому понятно, что вот эта вот маржа, которая формируется дополнительно за счет НДС и других прокладок, скажем так, она позволяет нашим производителям немножко демпинговать в ценах. Поэтому эту проблему можно решить несколькими путями. Первое. Нужно установить определенные цены по воза нашей продукции, по определенным ценам, чтобы выровнять с той ценой, которая в Евросоюзе. И нужно честно конкурировать. Второе. Это нужно четко проработать, куда мы можем экспортировать, например, зерно и в каких количествах, куда мы не можем. Потому что завозя даже, условно, зерно в Германию, а потом перепродавая внутри в Польшу, это тоже вызывает большие потрясения в самой Польше. Поэтому ситуация, она такая двоякая, но ее можно исправить. То есть нормально, в принципе, кабинет министров польских, я имею в виду, Дональда Туск, он, в принципе, это все понимает. Но проблема в том, что с нашей стороны у нас же эту ситуацию воспринимают так. А, ну пусть Качка там что-то напишет, да, напишет какие-то требования поляки должны соблюдать согласно открытым границам, и вопрос сам рассосется. Вот, это видят так со стороны Польши, это создает большое напряжение. То есть тут нужен как раз прямой контакт двух премьер-министров, и должна быть делегация немедленно с Киева направлена в Варшаву, для того, чтобы в Варшаве, условно, за две недели эти вопросы отрегулировать. И если найти такой вариант, при котором, условно, польская сторона будет зарабатывать, и наша сторона украинская будет зарабатывать, тогда это напряжение рассосется. Почему? Потому что ты же знаешь, кто финансирует или кто, возможно, финансирует конфедерацию, радикальную партию. В основном она выступает сейчас организатором этих всех блокад, но она зазывает туда всех остальных жителей, скажем так, приграничных регионах, выходить на эти митинги. Потому что во многих регионах и центральных городах, понятно, эту акцию никто не поддерживает. Тем более те глупости, которые пишут на плакатах, ну это смешно. Никто это не поддерживает. Это делается специально картинкой для телевидения, чтобы, скажем, поднять вот эту волну хейта. Давай я внесу свое дополнение. Вот смотрите, сегодня везде разошлась вот эта фотография, где на тракторе едет с надписью, что Путин, приди, порядок ловеди, займись, значит, Украиной и Брюсселем, и нашим правительством. И это взорвало сразу украинскую благосферу, там социальные сети все наводнены этими эмоциональными реакциями. Так вот, уже известно, что Евгений Плинский там написал некоторое время назад, что вот этот польский тракторист, это Томаш Бучик, древний, господи, я на куринском, виндребный польский предприемец, Будевель и Кильженер, який в основном был кандидатом до СЭМу, ведрадикальной партии конфедерации, которая выступает против поддержки Украины. На выборах Бучик набрал 1,6 голосов и все не прошел, но конфедерация вот как раз является той партией, которая постоянно раскачивает там бандеровскую тему там и все остальное, и активно паразитирует на украинской тематике и не зря говорят о том, что ну как бы россияне там вот они являются заинтересантами в том, чтобы конфедерация максимально набирала обороты. Но я не могу говорить о том, что как играют россияне там вот поддерживая, не поддерживая ее, но у меня есть несколько наблюдений, которые я как медийщик вижу набирают обороты, и это угрожающая ситуация для Украины и для Польши в том числе. Почему? Потому что у меня складывается четкое впечатление, что русские сейчас делают ставку на то, чтобы перед бесными выборами, которые там 7 апреля, по-моему, максимально раскачегарить ситуацию, максимально ввести вот эти контроверсийные темы, и я анализировал, допустим, под одним из видео, которое в Польше набрало очень много просмотров и стало вирусным, где там дедушка такой, не знаю, ему лет 70, рассказывает о том, как украинцы много в бедронке покупают различных продуктов, что покупают там дорогой алкоголь или какие-то дорогие, дорогие, значит, явства там, да, продукты, пироги там за 60 злотых он говорил, тогда как поляки себе за 20 будут позволять. Хотя я скажу, что бедронка это, ну, такая торговая сеть, которая продает товары, как, ну, как раз в низшем сегменте, то есть, условно говоря, это кто, фора, я не знаю, там, в нашем, в нашем, да, ну, АТБ, фора. Да, АТБ, 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 это вот ближе к АТБ такой, да, вот. И я начал анализировать комментарии, которые там увидел, потому что там очень много, несколько тысяч комментариев. Так вот, боты там просто сидят пачками. Ну, типичная для нашей благосферы ситуация, когда бот, как бы там, с круглой фотографией, больше ничего, кроме фотографии нету, там, или пару постиков, там, и так далее. И вот они все подогревают ненависть к украинцам. И они играют, в том числе сейчас и у нас, тоже подбрасывают дровишки. И это симптоматично, что это произошло на 20 февраля, годовщину расстрела Майдана, когда, собственно говоря, россияне тоже активно играли, как бы, на эмоциональной составляющей, качали там с разных сторон, и Запад, и Восток, и использовали информационные технологии для того, чтобы выйти все в ситуацию с разделом Украины. Так вот, вот первое мое, первое мое наблюдение заключается в том, что сейчас вот эту ситуацию они стараются максимально разогреть, потому что, будем откровенны, поляки не умеют, они не привыкли просто к таким технологиям, и, ну, просто беззащиты перед ними, там, да. Второе. Мне, значит, пишут из Польши, из Варшавы, там, в том числе, что сейчас русские вбрасывают просто сумасшедшие деньги в покупку польской молодежи, причем это группы, которые работали у нас, в том числе, как бы, там, да, с Януковичем, для того, чтобы, используя и молодых поляков, там, и наших, которые с Восточной Украины заехали, там, да, с Ордлош-блоги повыезжали, для того, чтобы качать ситуацию, то есть они делают связки, как бы, там, с криминалитетом, и я не удивлюсь, если в Польше это все может обернуться мощным политическим кризисом, когда начнут бучу какую-то в Варшаве, как бы, там, делать, если спецслужбы, если польское государство прозевает это все, и не будет давить в зародыше, ну, вот, поэтому, поэтому, резюмируя, с нашей ситуации, ну, во-первых, действительно нужно делать то, что говорит Денис, туда должно поехать правительство, туда должно поехать Абсевериденко, должен поехать Кубраков, должен поехать Шбыгаль, там, я не знаю, может быть, сам президент должен поехать со всем экономическим блоком, вот, во-вторых, на польские каналы нужно забрасывать сейчас журналистов, экспертов, политиков, народных депутатов, дипломатов, для того, чтобы с утра до вечера 24 на 7, вот они сейчас сидели в Польше и рассказывали по поводу того, что происходит в Украине, насколько Украина важна для Польши, там, и снимали медийный, вот этот весь напряг, вот. В-третьих, необходимо перевести на общий европейский уровень эту дискуссию, потому что совершенно очевидно, что Польша все дело не ограничится, и ты правильно сказал, что тут вопрос на внутри европейском аграрном кризисе, поскольку зеленый переход, который в том формате навязывает европейская комиссия, он вызывает отторжение у многих фермеров, потому что, по сути, те, кто имеют капитал и имеют мозги модернизироваться и уже модернизировались, они, в принципе, оказались в дамках, а те, кто по каким-то причинам медлили, либо было недостаточно капитала, они проигрывают, и поэтому, когда президент говорит, что мы там всего лишь 5% нашего аграрного экспорта качаем через Польшу, то, но это не аргумент для этих людей, потому что 5% это несколько миллионов тонн зерна в год. Кубраков вчера сказал, что мы вывезли там под 400 тысяч по итогам января, то есть экстраполируйте на, причем январь это не самый, как бы, как мы знаем, экономически активный месяц, экстраполируйте это на год и вы получите около там 3-4-5 миллионов тонн зерна в год. И вот это зерно, часть из которого идет на влуты для рылок Польши, растекается по Евросоюзу, а не идет в порты, оно начинает нарушать вот эти все дисбалансы и приводит к тому, что говорит Денис, когда там эти мелкие фермеры в кредитах, там трактора, там у них селки какие-то, еще что-то еще, они просто начинают тонуть, потому что, ну, для них это, ну, условия, которые не позволяют там остаться на плаву. Вот. И в этой ситуации, ну, конечно же, должна быть взвешенная политика с вашей стороны, потому что мы не должны входить в эту эмоциональную войну, наоборот, мы должны ее сбивать. И заметим, что медийно, они специально создают вот протестующие, с которыми, как мы видим, играют и россияне, там, да, вот. Медийно создаются именно картинки, которые вызывают эмоции. Вот рассыпанное зерно, как бы там, да, вот этот плакат с Путиным, там, то есть эффект минимальный, там, рассыпали с пары вагула в это зерно, но оно взрывает мозг, и люди перестают думать. Поэтому я уже сегодня писал пост, что Украина и Польша не могут себе позволить эмоциональный характер отношений. Мы должны быть рациональны, потому что каждый раз, когда украинцы и поляки входили вот в это состояние безумия, то от этого выигрывали немцы и русские, как бенефициары разделов Польши и Украины. Вот. Поэтому ничего хорошего из этого не будет, если мы войдем вот опять в такое же безумное состояние. Не для польских фермеров, которые ни о чем сейчас, кроме своих кредитов и своего вот этого дохода низкой маржи, которая имеет там, да, не для украинских барых, которые везут это зерно, как ты тоже писал абсолютно правильно, и обрушивают внутренний рынок, обрушивают внутренний рынок в том плане, что они же закупают зерно по забесценок здесь у наших фермеров, и мы знаем, что многие фермеры, например, не могут собрать подсолнечник там или, ну, просто нет денег на топливо, потому что они же покупают у них ниже себе стоимости, ну, или по очень низкой стоимости там, да, и в результате у нас происходит опрокидывание мелких хозяйств, там, или средних хозяйств. Тогда как те, кто имеют коридоры по вывозу этого зерна, они обогащаются, и опять-таки речь идет о том, такой, как бы, зерновой монополии, которая стихийно, либо не стихийно сформировалась после того, как были блокированы порты. Вот. Доклад окончен. Верно. Верно. Я бы еще хотел добавить, что вот то, что мне сегодня рассказали, это поляки не будут давать себя делать дураками. И они говорят, против нас не нужно дружить там с немцами, да, допустим, это то, что делает сегодняшний Кабмин Украины. То есть, выбирая союзника более сильного, например, да, они сразу других союзников начинают двигать в интересах. Ну, здесь так не будет работать. То есть, и отношение, на самом деле, к нашему премьер-министру не очень хорошее. Вот. И они сказали, что они готовы сотрудничать, они готовы решать эти все внутренние вопросы, которые сегодня сложились, сложные, да, но на взаимовыгодных отношениях, на уважении и на том, что держат слово. Проблема в том, что наш Кабинет Министр может дать слово, его не сдержать. И в этом есть проблема. То есть, это не про европейские отношения, это про варварство, да, это про какой-то дикий запад, когда, с твоего слова, ничего не стоит. А нужно делать так, чтобы то, что мы обещаем, мы должны выполнять. И поляки очень остро на это реагируют, очень остро, особенно в правительстве. Поэтому, это еще раз скажу, что после нашей беседы, после нашей беседы у меня сложилось такое ощущение, что премьер-министру нужно очень четко понимать, что не могут замы его, такие уровни, как Качка или Сверденко, решить этот вопрос. Потому что этот вопрос, он вышел уже за рамки, ну, таких глобальных, скажем так. Вот, более того, есть такой еще момент, вот то, что мне говорили, контрабанда. Контрабанда идет в обе стороны. Контрабандой, к сожалению, никто не занимается. То есть, много провозят того, что не должно проезжать. Допустим, провозят по номенклатуре одно, начинает смотреть, что там, досматривать условно фуру, там находят рапс. Это еще больше подрывает взаимоотношения. В обратную сторону должны вести одеяло, везут вместо одеял там или одеяло, еще что-то там, какие-то комплектующие и так далее. Вот в этом тоже есть проблема. Ну, скажи, в принципе, как ты видишь, вот, насколько мы быстро можем эту ситуацию разрулить? Вот если будем действовать, как ты говоришь, как я говорю. Потому что я говорю... Ну, вот я спрашивал, что можно сделать. Ну, то есть, премьер-министр, возвращаясь с Японии, да, мне вот сегодня в комментариях писали, но он же в Японии там взял 12 миллиардов. Ну, Япония раньше эти деньги выделила, и можно было курьером отправить кого-то другого человека, подписать эти соглашения. Вот он должен был быть сегодня в Варшаве, как ты говоришь правильно, со Свериденко, с Кубраковым, с другими министрами, да, и решать эти внутренние вопросы. И подписывать декларации, реальные какие-то соглашения. Вот, например, то, что мне говорят, что те выступления острые, которые были до этого со стороны Качки и того же премьер-министра Шмагаля по поводу того, что поляки не пускали транзит, а раньше они транзит зерна пускали, то таких острых, скажем так, высказываний не должно быть. То есть, они должны быть за кадром, да, то есть, мы должны уходить от вот этой вот острой такой дискуссии на публику или на камеру, чтобы понравиться своим избирателям. То есть, очень мягко должны с друг другом решать за кулисами эти вопросы. Но опять же, я же не слышал даже, что делегация какая-то сегодня собралась. Вот увидишь, в течение недели этот конфликт, он может еще больше разгореться. Я не знаю, что может тут быть. Может сполохнуть. Нет, так я же об этом говорю, что россияне четко качают медийно всю эту ситуацию для того, чтобы поднять градус. Потому что здесь Данил Машак вот пишет, кум в Польше таксует, говорит, что полякам пофиг лазерно. Если ему верят, то городским полякам это не сильно важно. Так, смотрите, россияне играют на то, чтобы максимально придать максимальную огласку вот этой всей ситуации, для того, чтобы постепенно расширять количество людей, которые будут вовлечены, повышать градус. Тем более, что у них есть проблема, ну не проблема, у них есть фактор выборов. И это ограничивает пространство для маневров, для всех политических сил. И для ПИСа, и для платформы обывательской, коалиции обывательской, как бы там и для третьего пути, там и для всех остальных. И соответственно, конечно же, конфедерация та же самая, которая там антиукраинскую позицию занимает, она пытается, прежде всего, в восточных регионах там по максимуму набрать, используя этот фактор для того, чтобы быть на слуху. И чем больше будет эмоционально-негативная реакция с нашей стороны, чем больше мы будем там всякой фигли делать, там начнем, я не знаю, там высыпать польский сыр, там, что там еще, и поднимать это, как бы там, вытягивать медиа, тем хуже будет для наших отношений. А учитывая, ну, критическую зависимость от польской логистики и от отношений с Польшей, то мы точно от этого не играем. Ни мы, ни поляки. И я уже писал, что проиграем в конечном итоге обе нации, потому что мы рухнем первые поляки. Поляки потом окажутся в ситуации, там, 1920 года, там, в середине 17 века, 18 века, как они, проиграв битву за Украину сначала в 17 веке, потом проиграли битву за свою независимость в 18 веке, в последней четверти. Поэтому тут, ну, надо, надо, ну, надо включать мозги. Я по-другому не вижу никаких других вариантов. И надо говорить с поляками, да, потому что я когда был еще в октябре, и еще новая коалиция, ну, не зашла во власть, и я с ними общался, то уже тогда они мне говорили, что это будет очень острая проблема, и что, ну, нужно какой-то искать выход. И, ну, там не было каких-то нерациональных, там, мотиваций, там, или какой-то ненависти к украинцам. Наоборот, там как раз сегодняшняя коалиция, она более, ну, скажем так, прагматичная и более лояльная к Украине, там, чем была прошлая, там, да. Вот, но мы просто пропустим очередные подачи, и если бы так дальше будем пропускать такого рода подачи, то мы рискуем просто утонуть. Ну, нам есть чем с поляками вместе гордиться. Вот сейчас налоговый год заканчивается в Польше, ну, то есть 23-й год закончился, да, и вот как раз 15-го февраля нужно подавать новую налоговую отчетность за год. Так я хочу сказать, что открытых новых предприятий уже более 50 тысяч украинцы открыли, уплатили миллиарды в польский бюджет налогов, в бюджет, миллиарды, это там за 3 миллиарда, если я не ошибаюсь, это, ну, неплохой процент ВВП Польши, скажем так. Большие, большие показатели идут в экономике за счет того, что украинцы открывают новые бизнесы, а это вот просто постоянно, постоянно регистрируются новые маленькие фирмочки, какие-то предприятия, попы, потому что те люди, которые переехали в Польшу, понятно, в Польше дотации особо никаких нет для украинцев, зато есть возможность зарабатывать там 2-3 тысячи долларов, евро, люди здесь спокойно могут зарабатывать, не сильно напрягаясь, скажем так. Поэтому это важно, и для Польши это тоже важно, и премьер Польши это понимает, и в правительстве Польши это понимает, то есть есть вещи, на которых мы можем объединяться, да, и мы можем сказать, что такие же предприятия можно создавать тоже в Украине, совместные с поляками, но для этого нужно дать им условия зайти в украинский рынок бизнеса. То есть вот на этих вот вещах, на сглаживании острых углов формировать новые какие-то соединения в обеих странах, чтобы наши как бы связи были крепче. Вот на этом, мне кажется, можно выехать. Но опять же, это делается на уровне делегации, официальных делегаций Киева и Варшавы. Да, ну вот, короче говоря, вот где-то вот так вот, да. Я обещал быстрый эфир и без размазывания соплей, вот, поэтому на этом, я думаю, мы закончим. Денис, спасибо, что включился, и традиционно адекватно, и четко, и по делу, да. Держитесь там в Варшаве, веди дальше свою прекрасную деятельность, которая помогает Украине. Полайкайте этот эфир, потому что, мне кажется, очень важно, и давайте максимально протаскивать рациональные и правильные нарративы, которые не позволят торпедировать наши отношения с Польшей в угоду России и долбоебам, которые, ну, к сожалению, есть и с той, и с другой стороны. Поэтому это общая коллективная работа. Вместе мы, если все подаляжем, то, я думаю, мы способны, учитывая большую диаспору украинцев в Польше, решить эту проблему. Вот, так что, вот так вот, все, на этом заканчиваем. Спасибо, завтра у нас будет Кущ, будет Тарас Загородний, начнем мы в 17.00. Ну, короче, смотрите за моим Телеграмом, там я даю ссылочки, в описании к эфиру есть ссылка на все мои социальные сети, кто бы включает Телеграм. Ну, и подписывайтесь на свой спонсор, кто не подписал, это позволяет нам получать радость жизни, получая 1,2,3,5,10, особенно 10, если 10 долларов приходит из спонсора, то фактически день удался. Мы тут все пляшем и радуемся жизни, пока. Пока-пока.